Всем привет! Меня зовут Нина. Сегодня я вам покажу один из способов вшивания молнии на примере наволочки. Данный метод подходит для пододеяльников и чехлов. Я взяла два одинаковых квадрата по 35 сантиметров и отрезную молнию номер 3 длиной 35 сантиметров. Молнии и другие товары для рукоделия я приобретаю в магазине для мастера на ярмарке мастеров. Ссылка на магазин в описании. У них хорошие цены и приятное обслуживание. Рекомендую! Для начала обработаю у каждого квадрата по одной стороне. Обработаю на оверлоке. Если у вас нет оверлока, делайте зигзагом или оверлочным швом на швейной машинке. К обработанным сторонам буду пришивать молнию. Молнию я расстегиваю и собачку пока уберу в сторону. Теперь смотрите. Лицевой стороной молнии прикладываю к лицевой стороне ткани, соединяя края молнии и ткани. То есть зубчики молнии у вас должны смотреть в середину ткани. Таким образом соединю обе половинки. Еще раз. Лицевой стороной молнии прикладываю к лицевой стороне ткани. Края выравниваю и скалываю булавками. Прошью прямой строчкой на машинке. Прокладываю строчку рядом с зубчиками молнии. Лапку я взяла специальную для вшивания молнии. Позиция иглы у меня меняется, поэтому иглу сдвину в нужную мне правую сторону. Зубчики молнии находятся справа. Прокладываю строчки не очень близко к зубчикам молнии. Это и не нужно, так как сама молния будет спрятана под клапан. Далее на одной половинке ткани молнию разверну в обратную сторону, чтобы зубчики смотрели уже не в середину ткани, а в сторону. Снова прокладываю строчку вдоль молнии с лицевой стороны. Не обязательно близко-близко прокладывать строчку, главное зафиксировать молнию. Следите за тем, чтобы не было складок и защипов. Вот так выглядит с изнанки. На второй половинке нужно сделать побольше сгиб. У меня это 3 сантиметра. Это нужно для клапана, который будет прятать молнию. Предварительно проглажу, чтобы образовался сгиб. И проложу строчку. Я прогладила. Вот он сгиб. Теперь мне будет легко проложить строчку вдоль молнии. Прошивать буду с изнаночной стороны. С лицевой стороны получилась ровная, аккуратная строчка. Далее половинки складываю изнаночной стороной внутрь. На нижней половинке я сделала сгиб также 3 сантиметра. Просто прогладила утюгом. Выравниваю все срезы так, чтобы половинки молнии сошлись. Собачку сажаю на место. Застегиваю молнию и, внимание, застегиваю ее не до конца. Далее последний этап. Выворачиваю на изнаночную сторону. Все срезы соединяю и выравниваю. Молнию нужно расстегнуть примерно до середины, для того, чтобы потом можно было вывернуть. Закалываю все булавками. Особенно хорошо фиксирую в местах, где молния. По всему периметру закалю булавками и обработаю края на машинке. Прошиваю все на оверлоке, но это не обязательно так делать. Повторю, что вы можете сделать просто прямую строчку, а потом обработать края зигзагом или оверлочной строчкой на вашей машинке. Такие строчки есть у всех машинок. Обязательно все швы проглаживаю и далее выворачиваю в готовое изделие. Уголки расправляю, молнию застегиваю, проверяю. Получается аккуратно вшитая молния, которая спрятана в клапан. Простой и замечательный способ вшивания молнии. Этот способ используют для пододеяльников, наволочек, чехлов. Напишите, понравился ли вам такой способ вшивания молнии. Оценивайте видео, если оно вам было полезным. А на этом все. Творческих вам успехов и ровных строчек. Всем пока-пока!